В этом видео мы поговорим о том, как много персональной информации вы раскрываете в социальных сетях, которыми вы пользуетесь, на форумах или когда заполняете анкеты, и вообще всегда, когда вы предоставляете информацию о себе. И мы рассмотрим стратегии обращения с личными данными в процессе раскрытия персональной информации для ограничения раскрытия вашей информации перед злоумышленниками. Если вы хотите действовать в современном мире, то становится все труднее и труднее не предоставлять информацию. Наши дети попросту не поймут концепцию конфиденциальности в том виде, в котором понимаем ее мы. Но очевидные факты в том, что чем меньше информации о вас содержится в сети, тем больше безопасности, приватности и анонимности вы сможете удержать в своих попытках их достичь. Чем меньше информации о вас в сети, тем более вы защищены от кражи личности, фишинговых атак, спама, мошенничества, социальной инженерии, хакеров, слежки со стороны государства, местных правоохранительных органов, в общем-то, от всего. Но вам приходится балансировать между раскрытием ваших личных данных и вашей потребностью в учетной записи или записях в социальных сетях. На вашем экране список информации, над которым вам следует поразмыслить, перед тем, как раскрывать эту информацию в сети или предоставлять ее компании. Чем больше этой персональной информации о вас в сети, тем более полную картину о вас может составить злоумышленник. Вопросы для обдумывания. Перед тем, как размещать эту информацию в сеть или предоставлять ее компании, кто, по сути, сможет получить к ней доступ. Вы можете считать, что это лишь ваши друзья или лишь некая компания, но они могут перенаправлять эту информацию далее. Если речь о социальных сетях, то социальная сеть будет иметь к ней доступ. Если это компания, то ее сотрудники будут иметь к ней доступ. Злоумышленники могут также получить к ней доступ впоследствии. Кто контролирует и владеет этой информацией, которую вы рассказываете? Вы можете обнаружить, что некоторые сайты, которыми вы пользуетесь, владеют контентом, который вы публикуете. Вы это знали? Можно ли когда-нибудь забрать обратно или удалить информацию, которую вы раскрыли? Ответ, скорее всего, нет, потому что другие сайты и сервисы архивируют интернет. Так что, по большому счету, даже если информация удалена, она могла бы быть заархивирована где-то еще. И как мы знаем, правительство также архивирует данные. Будут ли ваши окружающие против того, что вы поделитесь информацией о них с другими людьми? Какую информацию о вас ваши окружающие передают другим людям? Вы доверяете людям из организаций, с которыми вы связаны? Они могут передавать информацию, которую вы размещаете. Даже если вы постите на приватном форуме, вы должны считать эту информацию открытой и публично, потому что у вас больше нет контроля над этой информацией. Вы используете социальную сеть или другой сайт в качестве основного узла для размещения и хранения вашего контента и информации. Что произойдет, если этот сайт исчезнет? Если он упадет, и вы потеряете свои любимые фотки? Размещены ли эти фотки в сети? Помечают ли вас люди на этих фотографиях? Даже если эти фото постит кто-либо другой? Подумайте о риске, связанном с информацией, которую вы размещаете в сети. Может ли неудачный пост в социальных сетях повлиять на вашу карьеру? Или высказывание вашего мнения стать причиной вашего увольнения? Каковы последствия от публикации, просмотра или создания такого контента в сети, которым вы хотите свободно заниматься? Простой ретвит или кнопка «Поделиться с друзьями» указывают на ваше мнение по теме. Вас устраивает, что ваше присутствие в социальных сетях создает ваш профиль в сети, который могут использовать ваши наниматели или ваши враги. Вы хотите смешивать ваших коллег по работе с друзьями и семьей. Вы уже смешали их? У вас есть определенная частная деятельность, с которой вы не хотели бы ассоциировать свою реальную личность? Вы занимаетесь деятельностью, против которой у правительства или правоохранительных органов есть законы? Информация, которую вы от себя раскрываете, приведет ваших врагов к нацеливанию на ваших друзей или членов семьи? Оценят ли ваши дети то, что вы постите их фото и информацию о них, когда они станут взрослее? Это делает их более уязвимыми? Я рекомендую этот сайт. На нем представлен отличный анализ условий использования и политики конфиденциальности сайтов, которые вы используете. У них также есть браузерный плагин, если вы интересуетесь социальными сетями, которые используете. Давайте для примера возьмем Facebook. Здесь представлен анализ, что конкретная соцсеть пишет в своих политиках. Выборка здесь. Очень обширная лицензия на авторские права, на ваш контент. Этот сервер отслеживает вас на других веб-сайтах. Facebook автоматически делится вашими данными со многими другими сервисами. Facebook использует ваши данные для множества целей. Приложение под Android может записывать звук и видео с вашего смартфона в любое время без вашего согласия. Если нажмем на подробности, увидим выборку. В общем, я предлагаю вам поизучать этот сайт, если вы пользуетесь социальными сетями и хотите знать, что они делают с вашей информацией, и устраивает ли вас то, что они потенциально делают с вашими данными. Вам нужно определиться, согласуются ли эти условия с тем, что вы в настоящее время публикуете в сети. Если не согласуются, то вам нужно подумать о другой стратегии обращения с идентификационными данными. В разделе «О концепции OPSEC» мы рассуждаем о стратегии управления идентификационными данными. И давайте обратимся к этим стратегиям в контексте раскрытия персональной информации и того, как вы можете использовать эти стратегии для управления информацией, которую вы раскрываете. Итак, стратегии, которые я здесь собираюсь перечислить, расположены в порядке приоритета по ограничению раскрытия персональных данных. Первой идет стратегия избегания. Это лучшая стратегия для снижения риска, связанного с раскрытием персональной информации. Стратегия избегания заключается в том, чтобы попросту избегать использования определенных социальных сетей. Ничего не публикуем, не заполняем анкеты, попросту не регистрируемся. Мы не выдаем о себе никакой информации. Зачастую это нереально осуществить, и это лишает вас преимуществ интернета и современной жизни. И в определенных обстоятельствах это может быть попросту невозможно. Типичным примером этой стратегии может быть то, что у вас нет аккаунтов в социальных сетях, или количество аккаунтов сведено к минимуму. Таким образом, вы публикуете меньше всего персональной информации. Рекомендуется использовать стратегию избегания. Где это возможно? Чем меньше информации в сети, тем менее вы уязвимы. Где нет возможности избегать, вы можете использовать фрагментацию. Это значит иметь контекстуальные независимые друг от друга личности, отдельные от вашей реальной жизни. Например, вы можете содержать аккаунты в соцсетях под вымышленными именами. Например, в Facebook вы можете быть как Джон Смит, или под любым другим именем. И вы можете раскрыть информацию о себе. Но она будет отделена от вашей реальной личности. И если ваш враг или отдел кадров будут искать информацию на вас, ничего не будет связано с вашей реальной личностью. У меня есть несколько друзей, которые и в реальном мире, и в сети известны только под вымышленными именами. Это эффективная стратегия для них, чтобы разделить их социальные и профессиональные личности. Далее идет стратегия контекста, в которой вы рассказываете тщательно взвешенную информацию о вашей реальной личности. Это эффективно, если вы сможете всегда выдавать тщательно взвешенную информацию. Но это рискованная стратегия, потому что вы можете непреднамеренно раскрыть информацию, которую не собирались публиковать. Простой пример. Вы скачиваете приложение, регистрируете учетную запись в нем с реальными данными, и не осознаете, что в настройках по умолчанию стоит раскрытие вашего местоположения или какая-либо другая персональная информация. Далее идет стратегия деления получателей информации на группы. Это на порядок увеличивает риск. В качестве примера можно держать ваше личное и профессиональное окружение разделенными путем использования Facebook для друзей и семьи. А LinkedIn для личных связей. Это может ограничить раскрытие вашей персональной информации. Но она все равно будет сети. А вы знаете, владеете ли вы этой информацией? Можете ли вы удалить ее? Может ли кто-то сделать ее копию? Сможет ли злоумышленник найти ее? Вы доверяете своему окружению эту информацию? По большому счету, если вы раскрыли персональную информацию перед аудиторией, она может быть передана в другую аудиторию, или потенциально просмотрена другой аудиторией. Здесь вам нужно изучить настройки конфиденциальности на ваших сайтах. Вы настраиваете вашу конфиденциальность, чтобы попытаться сократить аудиторию. Но очевидно, что если один человек может увидеть, то он может передать эту информацию далее. И далее идет самая опасная стратегия. Стратегия открытости. Это использование данных о вашей реальной личности. Все прозрачно и подлинно. Некоторые люди живут так, на виду у всех. Это допустимо для определенных ситуаций и культур. Но это определенно рискованно и делает вас уязвимыми. Даже если вы используете стратегию открытости, вы должны по-прежнему ограничивать персональную информацию, которую раскрываете. И в целом, стратегия открытости не подойдет человеку, который заинтересован в приватности, анонимности и безопасности. И последняя стратегия — это настраиваемая стратегия. И, возможно, это лучшая стратегия для большинства людей, которая позволяет вам присутствовать в интернете и ограничивать раскрытие информации путем использования комбинации и стратегий, которые вы разобрали. Избегание, деление аудитории на группы, контент, фрагментация. Если информация, подаваемая аудиторией, задана пользователям, то риск становится меньше. Если идентификационные данные подстроены под контент, риск становится меньше. Какую бы стратегию вы не выбрали, вам следует публиковать только то количество персональной информации, которое необходимо. Даже если вы не волнуетесь о приватности и анонимности, вы будете лучше защищены от кражи личности, фишинговых атак, спама, мошенничества, социальной инженерии, какеров и прочего, если ограничиваете количество персональных данных, которые распространяете. Другой хороший сайт, на котором размещается информация о том, как различные компании защищают вас от правительственных запросов, это сайт «Кто прикрывает вашу спину». И это еще один сайт от Фонда электронных рубежей, EFF. Если посмотрите, здесь написано «Следует общепринятым в индустрии лучшим практикам», сообщает пользователям о правительственных запросах данных, раскрывает политики по хранению данных, раскрывает правительственные запросы на удаление контента, политики для открытых пользователей по противодействию бэкдорам. Можно посмотреть эту таблицу и увидеть, что здесь говорится о социальной сети, которую вы, возможно, используете. Здесь мы видим Facebook, и у него нет звезды в пункте про раскрытие правительственных запросов на удаление контента. В общем, поизучайте. В разделе «О паролях и аутентификации» мы обсудим двухфакторную аутентификацию. Включите ее на всех сайтах соцсетей, которые используете, где вы раскрываете персональную информацию, если это возможно. Больше деталей на этот счет в разделе «О паролях и аутентификации». Некоторые соцсети поддерживают двухфакторную аутентификацию. Некоторые могут не поддерживать, но мы рассмотрим это в деталях в другом разделе. В зависимости от используемых социальных сетей, на них, вероятно, имеются настройки конфиденциальности. Вам стоит определить наилучшие варианты, основываясь на вашей стратегии управления идентификационными данными. Вот хороший гайд, одна из лучших инструкций, которую я смог найти по параметрам конфиденциальности Facebook. Facebook — это определенно самая популярная соцсеть. Здесь другая хорошая информация на тему параметров конфиденциальности в Twitter. Если вы пользуетесь им, я предлагаю вам разобраться с параметрами конфиденциальности в используемых вами соцсетях, и в форумах, и сайтах, которые вы используете и посещаете, и привести их в соответствие с вашей стратегией управления идентификационными данными. Еще одно предложение. Вы можете использовать децентрализованные социальные сети, в которых вы контролируете контент, и где всех устроит, что вы не используете данные своей реальной личности, и где никто не будет владеть вашими данными. Вот три децентрализованные социальные сети, которые я бы рекомендовал. Первая — это Диаспора. Вторая — это Фрэндика. А третья — это Гнус Сошел. В общем, посмотрите на эти альтернативы. Некоторые из них могут быть интегрированы с существующими социальными сетями на время вашей попытки мигрировать с централизованных сайтов на децентрализованные, чтобы вы могли не спеша переехать и взять своих друзей с собой. И эти децентрализованные социальные сети уделяют большое внимание приватности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!